Мы утешители души истины, и живи здесь, и все исполняемы сокровища благих. И в жизни подателю прийти все лисяны, и очистины от всяких скверны, и спасти благословения души наши. Отец наш Небесный, любящий наш Создатель, мы просим Твоего благословения на эти занятия, чтобы вникнуть в Слово Твое, уразуметь, что происходит в этом мире и как это касается нас, ибо событиями Ты руководишь, располагая их к покаянию и зовя. Слава Тебе! Благодарствия наших братьев и сестер на благовестии, путешествующего брата Айкина, сохрани и помилуй. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Повторяю, мне сегодня придется сидеть, 28 сентября 14-го года. У нас только что ушла машина, 5 человек на благовестие, Буканка, Мамонтского района. В город кто уехал, кто пасет, не поймешь, кто где есть. Ну, по теме у меня сегодня что есть, я должен сказать. Тема как бы не библейская, но она вся будет продикнута библейским духом. Меня давно интересовало, почему людей арестовывали разных священников, военных, маршалов, простых людей. А обвинение шло по 58-й статье, 14 пунктов, все выгребающие. Это говорит Сложеницын. Не просто измена родине, а враг народа. Кого бы они взяли, враг народа. И слово враг народа в сочетании два слова были страшными словами. Человек ничего не знает. Враг народа. Вот он описывает. Она пришла, женщина, заказывает платье, портной. Ну, а портные как, иголку там, ну, которая бывает с тушком таким, в рот. Другое она делает, ее примеривает. Где-то она сделала, она не нужна, она ее воткнула в газетку и не видела. На газетке был портрет Кагановича. И она воткнула прямо ему в глаз. На портрете. А эта-то, чья-то коммунистическая, она сказала, 10 лет. Ну, 10-то лет, за что? Она не знает, она не видела. Она глядела на нее, как ей угодит. 10 лет враг народа. Вот Нина Васильевна сидит. У ней дедушка взят был, один и второй там, двоюродный. И они расстреляли, а другого отпустили по мере дома. Враг народа. Их канонизирует. Он враг народа. Он старался, такой добрый, заботливый. Враг народа. Ни за что. И когда считаешь, вещь невероятная. Неужели за это можно было? Солдат вернулся, отвоевался. С чудом остался живой. Вернулся, победа, медаль взятия Берлина у него. Разговаривая с одним шапиром, говорит, а я работал на американских машинах, студебеккеры, они такие решетчатые эти были, борта. Машина сильная, передняя ось ведущая-то. Ну а у нас здесь и наши не могут так тянуть. Тот пересвиснул. Восхваляне иностранной техники. Десять лет. Рот боялись раскрыть. Враг народа. Это я только что высчитал. Высчитал. Глухонимов ему сказали ремонтировать. Он не знает, пришел. А там памятник Сталину. Он не знает, бил Сталину. Он крутил, вертел. Куда его поставить? Ну ремонт пола надо делать. Куда его поставить? Поставил, да не туда. А другой взял его. Ну не знает, как внести-то. А капка большая. Он его петлю сделал. За шею домой дотащить, спрятать. Десять лет, десять лет. За что посадили? Ни за что. А сколько тебе? Двадцать пять. Ни за что десять дают. А двадцать пять это уже за что-то. А ты кто? Я дочь священника. Так это элементы противные государству. Прочь. На десять лет. По порядку гребли всех. Дворянство истребить, офицерство истребить. Враги народа. Подряд целыми кла... Это класс. Класс. Офицерство уж не говорим где-то. Меня это очень интересовало. Почему? Когда я уверовал, я понял, что без Божьей воли ничего не есть в воле. То есть допущение. Иногда допускает, а иногда повелевает. Какие же они враги народа? Я стал исследовать сам. Нигде нет исследования. И я пришел к убеждению, что обвинения правильные были. У меня вот так вот повернуло в голове Библию все. А почему правильно? Сейчас мы и рассмотрим. Перед нами поисковик. Никого сегодня нет. Вот брат Иеремия. Это его имя. В крещении. Вы привыкли звать Ерема? Это Еремия. В честь пророка Еремии. Он сейчас будет показывать по Библии и называть. Придется, может, самому даже считать. У него голос слабенький. Не может. Так. Третья книга. Царств. Я все дошел бы видеть. Семнадцатая глава. Двадцатая глава. Семнадцатый стих. Вот оно где. Каждый раз нужно будет вот так выделять. Это говорится о пророке Михея, за которым царь послал Ахап. Я говорю, не люблю его. Она обо мне хорошо не говорит. Но он пришел. Потому что другой царь Асапат просил. Не надо так говорить. Ну давай выслушаем. Хоть он не согласен с тобой. Вот он приходит. Это постный, который пошел позвать Михея. Говорит ему. Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно с словом каждого из них. Из реки и ты добрая. Мне все время это говорят. Ну зачем тебе против? Вся патриархия так говорит. Все паломники, паломники. Этот хадж православный. Сейчас я пошел. Там захлебывается словами какой-то Михаил. Как ездили на гору. Ночью подниматься. Как опасно. Нигде нет евангельского слова. Как он вернулся. Как были в Дамаске. Какие военные. Какие препятствия. В каком году. Кто был консулом. Все знает. И я понял. Враг народа. А почему сейчас мы увидим. Враг народа. Но это понятно только тогда. Когда мы поймем, что из народа состоит царство Божие. И туда может попасть только тот, кто идет путем Божьим. А этот путь-то как раз они и скрывали. И поэтому были главными врагами. И вот посланный говорит. Сказал Михей. Жив Господь. Я изреку то, что скажет мне Господь. А не то, что вам он сказал. Вам не Бог говорил. И пришел он к царю. Царь сказал Михей. Идти ли нам войной на Ромов Галатский или нет. Все-таки опасное дело. Идти ли не идти. И сказал тот ему. Иди. Будет успех. Господь предаст его в руку царя. Бывшие земли решили вернуть. Вот сейчас, допустим, Украина пошла бы захватить Крым обратно. Ну, я такой-то. Или немцы решили бы Кенигсберг сейчас вернуть. Или Шикотан там Япония сейчас бы войной пошла. Идти, не идти. Идти, не идти. Ельцин был в Америке. Ему здесь помощник. Он называет. Звонит Борис Николаевич. Отдайте этот Шикотан. Отдайте. С Америкой у нас долгие годы будет мир. Ну, у нас островов моря. Отняли-то. Ну, не надо. Отдайте им. Ну, и он говорит дальше со мной. Я, говорит, побоялся. Побоялся своих. И сказал ему царь. Еще, еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа. Ну, он сказал, хорошая победа будет. Но он знал, что вместе со всеми согласны он не будет. И вдруг говорит, согласны, иди, будет победа. Он и этого не принял. Если бы он против сказал, он бы сказал, вот я тебе говорил тому саму, а ты все время против. Еще не скажу, он против и против. Почему этот царь не принял? Он понял, что за этим что-то. Его пророки в его глазах все-таки были неполноценными. И сказал он, Михей. Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. Как нет пастыря? А я? Попробуй, скажи, нет пастыря. Царь Николай был покровитель православной церкви. Он главное лицо. Ему в алтарь можно было царское достоинство входить. А это главные виновники были. Это враги народа были. Они скрыли от них святую Библию. Они не были движимы духом святым. А это враги. Они указывали свой путь. Захватывать надо идти. Первую-то мировую войну развязал-то не кто-то, а царь Николай. Сегодня весь мир это знает. Зачем ему надо было? На чужой территории воевали-то, не здесь. Когда сегодня вскрыли всю историю, как война началась. Только Виктор Суворов сегодня говорит, что Сталин готовился напасть на Германию на две недели позже. Гитлер опередил его. Почему в первые дни войны 5 миллионов пленных пошло? Солдаты были все уже перед границей. Осталось только забросить. А тот опередил и отрезал. Отрезал, и все пленного оказались в один день. Миллионов. Мировая история не знала этого. Почему? Враги народа. И солдаты 5 миллионов. Враги народа. И вы уверены? Мне не надо моей уверенности. Я по слову Божию говорю. И сказал царю израильский асапату. Царю иудейскому. Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? Доброе и худое он понимал. Доброе это когда за меня голосуют, выбирают президентом. Это доброе. А если я сейчас скажу, что этот президент негодный, он пляшет под дудку масонов, все меня сразу сгребут. А уж во времена Сталина и говорить не надо, как это было. А народ жаждет живого Слова Божия. Священники не преподавали Слово Божие. Они смотрели, что там будет. Петр Первый, последний Адриан был патриарх, умер и не дал выбирать патриарха. Синод, священный синод. А в синоде все под каблуком были уже. Да и патриарх такой же. И что? Что скажет, то и сделайте. И сказал, исповедь будет. И на исповеди, если откроет кто-то, что он готовил что-то против царя или что-то, он кается. Все равно надо донести. Тайна исповеди перестала быть. Это было до самой революции. И что из этого получилось? Все пошли под нож, это враги. Бог открывает тайное. И сказал Михей, выслушай Слово Господне. Теперь я тебе скажу, победа будет твоя. Я сказал, победа будет. Какой ценой она дастся. Видел я Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, но кто справа слева не говорится. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в рамо фигалацком. А царство сидит здесь. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, встал перед Господом и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Господь советуется, сатана стоит рядом. Между детьми Божьими написано, у его предстала сатана. И Бог ему говорит, а где ты, Бог? Он говорит, весь мир обошел, всех знают. И видел все, да. Он видит всех. Я когда считаю, дьявол, как рыкающий левый, ищет кого поглотить. Зачем искать-то, когда везде грешники хватает, убивает аварии на дорогах, а взрываются землетрясения. Он ищет погубить верующего. Вот почему он ищет. Есть такой рассказ, когда демоны предстали давать отчет, где-то там на стадионе, как правило на стадионе. За что правители сегодня так борются, чтобы спорт развит был. Почему масоны спорт и моды на первое место ставят. И он спрашивает одного и говорит, сколько ты погубил? Он говорит, полторы тысячи. А как? Ну, я сказал, новый корабль, Титаники его звать. Сказал, грузите на него три с половиной тысячи. Вот. Поехали люди, я разогнал им корабль-то, помог. И ударились о льдину, ну и погибли. Он говорит, бейте его, дьявол. А за что? Это мои люди были. Они еще сколько бы нагрешили, а ты погубил их. Это мои люди. Они день и ночь грешили, матерились, блудили. Но сейчас показывают, что там этот капль делает-то. Другой рассказывают. А я в южной стране был. Там была свадьба, а свадьба большая. Там тысячи людей. Ну, я так сделал, пересорил жениха. Родственники друг на друга поубивали. Дурак ты. Да это люди-то все мои были. Кого ты погубил? Бейте его. Еще одного допрашивает, а ты? А я одного только соблазнил. А сколько ты трудился? Первый, который Титаник погубил, я сначала построил, все сделал. Я, говорит, 25 лет трудился. А этот, говорит, я 30 лет. А этот, говорит, я 50 лет его мучил. И, наконец, соблазнил. Человека верующего погубить. Вот силу он. Взял его на плечи и говорит, учитесь. Вот так надо работать. Он оправдал все. И вот этот человек, и он не знал. И сказал, сделай. И вот теперь попустил Господь Духа лживого в уста всех пророков. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидеки, сын Хенана, ударил Михея по щеке, сказав. И мы ему. Как? Неужели от меня отошел Дух Господень? Чтобы говорить тебе. И сказал Михея. Вот ты увидишь тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату. Дух будешь, чтобы укрыть тебя. Пятый угол искать будешь. Это так и случилось. Мы откроем сейчас, прочитаем такое. Из Икииля 34, 2 и 8. Из Икииля пониже. Давай-ка. Я буду показывать тебе книгу, чтобы быстрее наше шевелиться. Вот. Вот она, Из Икииля. Давай быстренько. Открывай. Из Икииля 34 глава. Второй стих. Сын человеческий. Из реки пророчества на пастыри израильских. Игорь, ты сюда смотри. Подойди и фотографируй вот это вот. Ну что ты замер на этом? Из реки пророчества и скажи. Разоактивируй. Так говорит Господь. Вот горе пастырем Израилем, которые пасли себя самих. Не стадо ли дожи пасти пастыри? Находи стадо, может тебе лучше будет. Вот. Вы ели туг. То есть сало. С овец драли. Волною одевали шерсть. Откормных овец заколали. А стадо не пасли. Слабых не укрепляли. Больной овцы не вращивали. И пораненые не перевязывали. И угнанные не возвращали. И потерянные не искали. А правились ими с насилием и жестокостью. От освященников говорит Господь. Конкретно. И что за это? И рассеялись они без пастыря. И рассеялись, сделались пищей всякому зверю полевому. Живу я, говорит Господь Бог. Вот за то, что овцы мои оставлены были на освящение и без пастыря. Сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих с большой буквы. И пасли пастыря их самих себя. И овец моих не пасли. Зато пастыри, высушите слово Господне. Так говорит Господь. Вот я на пастыре. И взыщу овец моих от руки их. И не дам им более пасти овец. И не будут более пастыря пасти самих себя. И сторон овец моих из челюстей их. И не будут они пищей их. Овцы пищей сделались. Они их живьем сжирали. И это было. Да, было. Вот и враги народа. Они не пасли народ. Они пожирали их. Правились насилием и жестокостью. Тайну открывали. Это все было. Это было ни год и ни два. И Господь положил этому предел. Первое Петра. Послание 5.3. Первое Петра. Вот оно. Первое послание Петра. Вторая глава, третий стих. Так. Первое Петра. 2.3. Господь говорит так. Может быть, не так? Мы к нему приступили. Может быть, это 3.3. Правились насилием. Да, повторяю тоже ставы. Три. Вот первое. Да. Первое Петра, да? Вот. Может быть, даже и второе было. Какое оно? Первое Петра. 2.3. А ну-ка, второе. Ага. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов. Погибли их не дремлет. Это правители. Это священники. Льстивые слова означают. Все будет хорошо. Я тебя прощаю. Греши, опять прощаю. Греши, опять прощаю. Расстаться с грехом и никогда к нему не возвращаться. Сегодня канонизируют. Да и как раньше? Это вообще не надо делать. А потом канонизировать, это надо смотреть, что Писание говорит. Вспоминайте наставника вашего, которые проповедовали вам слово Божие. Взирая на кончину жизни, подражайте верею. Ничего нету. Не проповедовали ничего. Монахи уединялись для молитвы. Для молитвы уединялись. Куда же они уединялись? Господь уединялся для молитвы. Ну на ночь. А днем, днем с народом. А чтобы удалиться на всю жизнь, такого Господь не заповедовал. Молитва должна для того, чтобы силы набрать. Сила, чтобы у него была. С Богом был. И молились. Мы считаем про Нееме. Он стоит перед царем. И царь заметил, что-то у него неладно. Ты не болен? Нет. Это от сердца. Я, говорит, сильно испугался. Как Сталин посмотрел. Глаза забегали. Все. В гулаг. И никогда не возвращаешься. Что-то задумал. А человек не знал, искал, куда убежать. Деяние. 20 глава. 29 стих. Вот оно, деяние. 20 глава. Вот у меня помощник сегодня. 29 стих. Считаем. Ибо я знаю, Павел говорит, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас тамих вас станут люди. Это были священники, епископы. Которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Это Новый Завет. А разве увлечь за собой, это не в ту сторону? А кого это касается? Священство. А сектантство вообще не знает истины. Не знает. Почему? Потому что толкует. Ведь церковь везде, где двое или трое. Куда ни киней, говорит, и везде клин. А католики? Там что говорит про католиков? Мы знаем, как инквизиция, молот-ведьма работал. И это все работали враги народа, священники, епископы, митрополиты. Какое было предательство. Взяли. Он ничего не знает человек. Ничего. В армию призвали. Рекрут. А сколько служить сегодня? Один год. Один. А служили тогда сколько? 25 лет. Вот теперь эти 25 лет и вернулись сюда. Я нашел эту цифру. 25 было, вы пойдете в ГУЛАГ 25. Цифра одна и та же. Ну подумайте, в армии берут на 25 лет. Это вся жизнь проходит. И все время Россия вела войны. У него шанса вернуться-то никакого не было. Только чудом Божьим где-то. И учили их там. А кто их учил? Это и в задачу не входило. Только что сказали. Иконка, чтобы была с собой. И благословили в каждом полку священник. Полковой священник на корабле. Он благословляет, окропляет пушки. Как сейчас в Чечне. Это враги народа. И они пошли по этой статье. Откуда бы Сталин вот это знать? Господь высветил это. И сегодня они опять то же самое. Везде комитеты. Везде что-то образуют. Проникают во властные структуры. В милиции. Везде ведут. Это враги народа. Я вот сейчас послушал. Я могу выразить только свои чувства. Вроде его Михаил звать. Но можно узнать, что 28 сентября кто по радио Москвы говорил. Он говорил о паломничестве. Но говорит, его не остановить. Я мысленно представил, что он здесь. Он одного слова не даст сказать. Из него хлещет, как фонтаном. Из ничего религиозного нет. Это божественного. Ничего нет. Все монахи, монастыри. Где были. Какая колонна. Какой выступ. Какая гора. Христа нет. Это новая религия лжи. Религия обмана. Это волки лютые. Он питается овцами. Что бы он там не делал-то? Ты научи народ. Научи. Расскажи им о Христе. Вот иногда передают. Я не знаю в какое время. Но слышал. Вроде в субботу. Голос надежды. Кто слышал? Это адвентисты седьмого дня. Ну до чего хорошая передача. Видимо с ними договорились. Что там не было никакой. Говорит прямо по слову Божию. Такой богатый материал. Прямо таки богатый. Он обогатит любого человека. И они не говорят там о адвентистах. Ничего нету. Просто раскрывают суть божественная. Я слышал сколько. Я ни разу не услышал. Где бы говорили вопреки Писанию. То есть видимо их там поднаправляют. Но остальное это они говорят. Насколько же хорошо. И вот мы считаем. Господь говорит. Матфея 7.15. Подними повыше. Вон оно Матфея. Вот оно. Матфея 7.15. Берегитесь лжепророков. Которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодамах вы знаете их. Собирает ли с терновника виноград. Или с репейника смоквы. Так всякое доброе дело приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Всякое дерево не приносящее доброго плода срубают. Где? В гулаге. И бросают в огонь. Враг народа. А те военные которые. А военные они подняли мятеж. Они подчинились. Они стали избирать себе других товарищей. Ну то есть мятежники. Сегодня говорят. Вот там такие это патриоты. Мы ничего не знаем. Мы знаем только абсолютно точно. Что у бога весы и он взвешивает. Эти военные делали разные заговоры. Теперь они пошли. Как приветствовали расстрел царского семейства. Пришло время их семейство пошло туда. Они не учили народ божественному. Но я не хочу воевать. Я хочу альтернативную службу нести. А это не было. Советская власть всех подгребла. Я не хочу. А враг придет будут убивать. Ну то ли придет то ли нет. Да будешь воевать? Нет не буду. Выводят и расстреляли. Враг то не пришел. Ты враг. Ты расстрелял моего сына. Свои. И сейчас печатает письма. Где-то Александр Нежный. Показывает комиссар дьявола. Это он там о Ярославском говорит. Он пишет письма последние. Толстовец. Они люди мирные. Как вот яговисты. Свидетели Ягова называется. Взяли и расстреляли. Ему 22 года. Молодой крепкий крестьянский парень. Ему работать да работать. На войну он говорит. Я не могу пойти. Христос запоедет людей бить врагов. А интересно как сейчас. Альтернативная служба. Я могу не пойти. Принято государственным законом. Это думает закон. Ну служить уже не год. А два года. Больше. Ухаживать за заразными больными где-то. Но еще он не против. Но он не может воевать. Ну а как проверить. Сейчас все будут подавать. И выбрали туда военкомат священников. И священники сидят и терзают. Ну как же не воевать то. Ну дорогой мой. Ну ведь воевали же все. Смотрите. Ушаков Федор. Канонизированный. Военный был. А Сергий Радонежский. Да так бы монголы и правили нами. Ты что Сергия Радонежского не признаешь? Это поп сидит рядом давит. Военный принял мое заявление то. Но поп сидит. Любыми путями его затолкать туда надо. И они сидят в военкомате. И они сидят сегодня и выполняют роль лютых волков. А другой он не знает. Ну Сергия Радонежского не знает чего ответить. Он уверовал, а больше у него нет ничего. А он начал этот грамоту на Академию кончил. Дьявола может обмануть. И он сидит им наказывать. Нет, это сектанты. Это не православные. Я православный. Да какой ты православный? На войну не идешь. Вы слышали? Писчиков сдал на отлично все. Семинарию не принимают. Почему? Он говорит, воевать не идет. Они уже узнали какие вопросы давать. Вы хотели войны воевать? Она придет. На клочки будут драть все здесь. В Израиле это было. И Израиль получил по полной программе. Весь Израиль был развеян на тысячу лет. На две тысячи лет. Десятая глава Матфея. Шестнадцатый стих. Читаю. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби. То есть, нам дается быть мудрым, как змеи. А как это зашить мудрым? Институты надо кончать. Вот я сейчас это все нашел. Перед вами Кадабел. Второзаконие 4.6. Подними кверху. Выше, выше. Самый конец. Поднимай. Второзаконие. Вот она. Четвертая глава, шестой стих. Говорят, евреи, мудрый народ. Евреи, мудрые. Да, мудрые. А почему? Итак, Моисей говорит. Я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой. Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступите, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их заповеди. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть. Народ мудрый и разумный. А нас могут это сказать. Соседние села, все услышат, какой у нас закон. Да, было. Наш устав попал где-то. Там люди, говорят, женщины сидели, прослезились. Неужели это есть так, где нельзя бутылкой рассчитываться? Ну, наш устав. Им говорят, да вот потеряевки так живут и совсем не пьют. А как так? И курить нельзя. Да где эти люди? Откуда они тут приехали? Закон. Не люди, откуда вы приехали, не важно. Закон. В этом мудрость храните и исполняйте. В этом ваша мудрость. Еврейский народ мудр, потому что ему Бог открылся через Авраама, через Моисея и дал закон. А если они идут вопреки закону, то это не мудрый, а самый глупый народ. И Бог говорит, кто так безумен и глуп, как голубь? Это Ефрем. Далее мы считаем. Ищем врагов. Езекииле 34, 21. Снова на Езекииле. Хорош. Вот он. Езекииле 34. Слушай, как быстро можно не листать книгу. 21. Читаем. Посему так говорит им Господь. Повыше возьму немножко. Вот. Вас же, овцы мои, говорит Господь Бог. Вот я буду судить между овцой и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите? А между тем остальное напажите вашей, топчете ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Мутин со всеми вот этими пояснениями, толкованиями, Сергием Радонежским. Сергий Радонежский поступал так, что его отлучать немедленно надо было. Запрещать его. Потому что он монахов, размонашев сделал воинами. Это канон, правило. Посему, так говорит Господь Бог. Вот я сам буду судить между овцой и тучей, овцой и тощей. Игорь, подойди сюда. Как я считаю, ты все время указывай на весь экран. Сзади зайди. Подрижнее работать надо. Так вы толкаете боком и плечом и рогами своими бодаете всех слабых. Да коли не вы толкаете их, вон отлучу, причастие лишу. Будешь молиться, с никоньянами выгоню. То я спасу овец моих. И они не будут уже более расхищаемы. И рассужу между овцой и овцою. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их. Раба моего Давида. Он будет пасти их. Он будет у них пастырем. Что они делают, эти пастыри? Рогами бодают, толкают, выдавливают. И это наши братья, когда стали свидетельствовать, кто были, Игорь Дебунов и отец Павел. Там священник поднял всех против них. Всех. Они прям бабки идут и костылями пошли отсюда. А потом он приехал, этот священник, отец Вячеслав, кажется, звать, сюда в Потеряевку. А у нас там одна знакомая, Аксенова Татьяна. И говорит, он приехал, его, говорит, узнать нельзя. Лицо как светится. И говорит, так у них все как у нас. Так а ты же воевал, гнал, толкал, боком и ногами топтал. Мы не знаем, как он. Так, ободритесь. Будьте внимательны. Иначе пропустите. Написано, встань спяще. Встать надо сразу. И воскрес не из мертвых. А то мертвый. Ты спать не хочешь? Ну, слушай внимательно. Дальше мы читаем. Ботие 4.9. Первая книга. Ботие 4.9. Читаем. Ты сразу снимай. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Это враг человека. Народа-то не было никакого. И священники тоже отвечали, кому надо, тот и без нас обратиться. Я знаю. Тот и кому надо. Кого обратиться, Бог его сам обратит без нас. Это враги народа. Поставленные пости, они сделались врагами. И вот какие данные я хочу дать. То не все еще это знают, может быть. Слово народ в Библии встречается. В 2905 раз. Представьте себе, это с неканоническими книгами. В 2905 раз. И везде Господь старается этот народ спасти. А слово враг 491. Я не знаю сочленение этих слов. Что они знают? В Новом Завете 31 раз. Иеремия 10, 21. Записываем. Гони вниз. Стоп. Повыше, повыше. Иеремия. Еще выше, выше. Поднимай. Надо быть гонок. Вот так. Иеремия 10, 21. Смотри. 10. Снимай у него. Прям зайди за мной. Я не могу еще один шаг туда пойти туда. Шагни как-то. 10, 21. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа. А потому они и поступали безрассудно и все стадо их рассеяно. Ну ясно, что это не пастырь, это волк. А волк это враг стаду, а стадо это народ. Они не пастыри, они рассеяли их. Пастыри сделали бессмысленными. Скопища идиотов. Вот и все. Так это говорится к еврейскому народу. Правильно. Все это говорится к еврейскому народу. Но мы-то уверовали через еврейский народ. Поэтому его писание стало нашим писанием. Это не отговорка совсем даже. Иеремия 25, 34. 25. Не сбоку. Прямо сбоку ничего. Это не кособокие буквы. 34. Рыдайте, пастыри, истинайте, и посыпайте себя прахом землею, вожди стада. Ибо исполниллись дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырьм и спасения вождям стада. Бог подряд всех подмел. Всех. Вместе с детьми, с женами. Священство, храмы, монастыри. 1275 монастырей. Запиши, сколько было перед революцией. В России. 1275. И 57 тысяч храмов. Около 200 тысяч священников с монахами. Все под нож пустили. Тогда вот сейчас убьют одного священника, кричат. Ленин подошел таким путем. Надо под корень вырезать все. Почему? Пришло время. Написано, пришло время. Готовьте на заклание. Рыдайте, пастыри, стинайте. Исполнились дни ваши для заклания. Все под нож закланием наступило. Почему? Враги народа. Они не пасли народ. Народ это паства. Это стадо. Они не пасли потом пастырь, который не пасет. Это враги. И когда ваши пасут, как попало, это враги вашего стада. Они не могут отогнать от этих стен. На них пляшет целый день. Боятся отогнать от потеряевки. Это не пастухи. Это маленькие враги растут. Вашего стада. Теряют и не заявляют, что потерял. Потерял в этот день, надо было знать. Потерял взыскать. Потерянное возвращу. Потерянное надо возвратить. А вы мне его не давали. Может, не давали. А сколько у вас в стаде? Да кого стадо-то? Барабаш не выгнал. Больше половины его стада. Отец нас знал всех. Когда я здесь стал пасти, потеряевка строилась. Ну и немного овец было. Но было, конечно, 1200. Я их всех знал. Я составил каталог. Какие метки. И утрами пересчитывал. Утром выгоняют, я считаю. Вечером загоняют, я считаю. Тебе делать больше нечего было. Мне нечего было делать. И если нет где-то, я начинал искать. На лошадь садился, пологу, пять штук, сразу нашел. А как бы я их нашел-то? Карапас-то где у подстекновских? Я бы их даже не хватился. Они мне дали, коршинские. Я их переписал, я за них отвечаю. Я обязан дать. Дать обратно их другими, лучшими. Так я какой пастух на один год? Иеремия, 50-й глава, 17-й стих. Опять, смотри. Считаем. Израиль, тире, рассеянное стадо. Львы разогнали его. Прежде объедал его царь истерийский. А сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский. И кости его сокрушил. То есть львов насылает Господь. Ну а почему они пришли? Почему Ленин пришел? Потому что они по заповедям Божьим жили. И Бог сказал, вам такая церковь не нужна. Он его уничтожил. Он убрал. А Гитлер пришел евреев по свенцам. Это были не те евреи, которые соблюдали закон Моисеев. И поэтому Бог это допускает. А что с верующими не бывает? Бывает для прославления Бога. Павла казнили, Петра казнили, апостолов казнили. Мы считаем житие святых, как амфима некомедийского. В одном городе 32 тысячи христиан уничтожили. Матфея, 9 глава, 36 стих. Пониже еще. Ну все, прошел Матфея. Вот она, вот она Матфея. Повыше. Матфея, записывайте. 9 глава, 36 стих. Читаем. Видя толпы народа, народа, Иисус, он, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Да как же, левийное колено трудилось. Это священство-то было почти полмиллиона. Куда же они подивались-то все? Это были идиаконы и певцы. Хор один больше тысячи человек. Это тробы, гремело. Десятки тысяч овец кололи сразу в жертву. Это надо было, это мясокомбинат настоящий был. Об этом пишет Павел Флоренский. Слабо характером, он там делать было нечего. Ты одного в быках, когда колешь. Я сегодня смотрел, думаю, как он его колоть будет, такой огромный бык-то. А таких-то кололи сразу тысячу. Представьте, какой рюк там стоял от скотины. Священники бродили по щиколотку в крови. И потом это все смывалось в Иордан и неслось на поля кровь. И все это говорило о жертве Христовой. Ну, конечно, предвещало и о большем. О казни христиан, может быть. Евангелие от Иоанна 11.52. Считаем. Сие же сказал он не от себя, но будучи на тот год первосвященником, Каяпа, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных щад божьих собрать воедино. Истинный пастырь что делает? Спасает. А наемник, говорит, видит и бежит. Бросает стадо, оно ему не нужно. Первая Маккавейская. 14.23. Вот шел прямо враг народа, мы находим это пониже. Ниже, ниже, вот так. Еще ниже на самый низ. Первая Маккавейская. Вон она. Толкай. 14. Зайди, пожалуйста. Пятый раз уже говорил. Я не пойму. Я уйду тогда отсюда. Мешаю. Зайди туда. 14.23. Считаем. И угодно было народу принять этих мужей с честью. И внесли запись слов их в открытые народные книги на память народу спартанскому. Это открыл 14.23. Так, подождите. Минутку. Первая Маккавейская. Первая Маккавейская. 14.23. Ну все тут как надо есть. То есть за народ, который люди заботились, имя их сохранялось в веках. Третья Маккавейская. Но большая часть укрепились мужеством духа и не отпали от благочестия. А они отдавали деньги за жизнь свою и небоязненно пытались избавиться от записи, имея добрую надежду получить помощь. А и отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа. Вот слово враг народа, где встречается. И избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения. Те люди, которые отошли, вот у нас были, не надо с ними дружественного обхождения иметь. Никакого. Почитай их врагами своего народа. Я вчера увидел молодежь, вот из отпадшей семьи, как печать какая на лице. Что-то темное, отверженное, боязливое. Ну, снять кресты, ни поста, нигде ничего. Вот они еще ничего не понимают. А они уже находятся в другом стане. И это придется когда-то расхлебывать. И даже, может, и не им только, а и потомкам их. Иудиль 13.17. Это не канонические книги. 13 глава, 17 стих. Весь народ чрезвычайно изумился. Пали, поклонились Богу и до нужда сказали. Благословен Ты, Боже наш, уничиживший сегодня врагов народа Твоего. Врагами народа назывались тех, которые приходили завоевывать. Врагами народа назывались тех, которые не заботились о народе. Под имя врагов-то народа попадают практически все, кто имеет какую-то власть над народом. Если ты имеешь дело с народом, а народ это семья, это город, это улица, это государство, ты можешь быть или другом, или врагом. Сегодня очень многое значит, что, ну как это было раньше, что тебе люди скажут, прям умирают. Ну а какое оно мнение сложится, вот я отсталый, я буду так говорить, а ты делай как положено. А дальше будет видно. Вот у нас принимали крещение Валентина Хапилина с Казахстана. Ну она работала где-то бухгалтером. Я говорю, ну на хорошем счету, начальник казах, правда, ну хороший. И премии выдает, и все. Как мне на работе будет? Ну как, по форме одетая какая была? Как она пришла, скажи, как взялись на нее? И начальник, и все. И она мне звонит, что делать? Выгоняется работа. А у меня сын-то не работает, пьет. Я остаюсь ни с чем. Что мне делать? Валя, делай как хочешь. Ну если ты уступишь в одном, уступишь и в другом. Ну а где я буду работать? Да откуда я знаю в Потеряевке, где ты будешь работать? Бог! Он знает, то если он тебе это дал, он тебя и поведет. Не заботьтесь о завтрашнем дне. На сегодняшний день заботы хватит. Так меня уволят. Разговор окончен, я отошел. Прошло много времени, и говорит, уволили меня с платочком с моим. Но тут же пригласили работать где-то в детский сад или где. Зарплата больше, никакой такой ответственности, отчета нигде еще нет. И я, говорит, работаю, по полной форме одетая. Мне сказали, нам такие нужны. Вот и все. Ты доверься Богу. А то принимают на работу. Вот, бабы Серафимы-то жалко нету. Вот, Вася бороду-то когда постригал маленько, а теперь больше, я говорю, ну да потом еще, а потом совсем так все и случилось. И баба сейчас настаивает прямо, чтобы он к нам вернулся. И он говорил, я три курса кончу, и тогда не буду. Три курса кончил, и по-прежнему приезжаешь. Он говорит, ты даже сам себе не верен, на что ты говорил. Какая борода не была бы она от Бога. Зачем ты это делаешь? Ты не верен. Ты уже на другой стороне стоишь. Иеремия 33.9 Вот она, Иеремия 33.9 Вот как Иеремия у меня хорошо ищет-то. 33.9 Пожалуйста. С нуля начали. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут о всех благодеяний и всех благоденствий, которые я доставлю ему. Я ему так много буду давать, Господь говорит, что народы затрепещут. Это одному народу так много Бог дал. Да. За то, что они исполняют. Мы должны перед миром засвидетельствовать, что Давыд говорит, я был молод. Он составился. Но не видел никогда человека, который был бы оставлен Богом, и дети его просящими хлеба. Все будет. И Бог так устроит. Я был в трудных обстоятельствах, очень тяжелых. Просто невыносимо тяжелых. У меня только перед глазами был хлеб. Кусочек хлеба бы достать. Один кусочек. И Бог делал так. Совершенно незнакомые люди проходят мимо других, ко мне подходят, кусочек показывают. Один раз я видел, полз изнемогая. А женщина проходила, несла свиньям помойное ведро, видать. И у меня плавали кусочки. Я только прошептал, дай кусочек. И она не дала. И я пополз дальше. А следующий накормил, напоел и спать уложил. Мы встали совершенно бодрые. Город Лениногорск, Казахстан. Восточная Казахстанская область. В горах мы были и шли, и изнемогли окончательно. Но мы не погибли. И нас накормили. Еще давайте прочитаем. Матфея 13.25 Вот она Матфея 13. Прекрасно. 25. Сегодня последнее занятие у нас в этом году. Когда же люди спали... Ну, притчу всю. Другую притчу предложено, он им говорят. Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Ну, есть такие, кто сеяли-то. Сажали в огороде где-то. Когда же они спали, люди, пришел враг его. Буква расплывается. И посеял между пшеницей плевелы. И ушел. И он не захватил его. И поэтому, кто сеял плевел-то, мы не знаем. Вот этот враг приезжает из Барнавула, сейчас с ними встречается, насеивает им, ломает хлеб. Это, говорит, причастие. Вот и все. Я думаю, не зря. Антихрист. Фильмы. Антихрист показывает. И звать его Александр. Что-то в этом тоже есть. Александр, говорит, много сделал мне зла. Когда же на сна зелень показался плод. Вот, пожалуйста, враг насеивает. А рабы проспали. Не заметили. 28 стих. Он сказал им, враг человек. Человека сделал это. Враг человека. Враг человека. Это сатана. А он сеет, вот как Господь через наши руки, уста, глаза, ноги делает добро, посещает больных, навещает. Так враг делает через своих. Война. Стреляй. Убей. Снайпер. То есть все враг делает через кого-то. Я говорю о гибели тела. А для гибели души стараний надо много. Надо, чтобы Ревок Кассиль родился. Аккуратно порвешь. Чего так листаешь? Ты не считаешь ничего. Аккуратно. Глаза кверху, а сам листаешь. Перелистни, рассмотри картинку. Постарайся ее запомнить. А это что листать? Не давать тогда книгу ему. Зачем? Он портит ее только. Чуть не порвал. Лоб был. Это враг заставляет так обращаться. Книга это величайшая ценность. Изобрели бумагу, переплели. Писатель, художник, краски. Сколько людей потрудились для тебя. А ты метелишь и ничего не видишь. 28 стих и 30. Оставьте расти вместе то и другое. Дружат вы. И во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевелы. Вот как это все закончится. Свяжут две замки. И враги народа окажутся в другом месте. Евангелие от Луки 1.71. Считаем. Он спасет нас от врагов наших. И от руки всех ненавидящих нас. Кто это? Кому было сказано? Иоанну, наверное. Имя ему. И был страх. Все слышавшие рука Господня с ними. И Захарий, отец его исполнится Святого Духа и говорил. Вот такие должны дети быть. И 74. Не боязненно по избавлению от руки врагов наших. То есть врагов народа было очень много. Я специально выбрал места такие, которые побуждают разобраться. А кто такой враг? Если жена лежит на одре и голову положила на грудь и говорит. Давай пойдем служить другому Богу. Хананейскому или какому. Да не пощадит ее рука твоя. То есть ты должен сказать ей. Я, несмотря ни на что, утром я должен сказать, и ты будешь побита. Ее не оставлять живых уже. Ни любовь, ничего не имеет значения. Она должна умереть. Деяние 19.27. 19.27. Читаем. Это Лука, да? А ты деяния открыл. Лука повыше. Лука повыше. Так, давай. Еще найдем. 19. Я не проследил. 27. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я старствовал над ними. Приведите сюда избеги передо мною. Когда люди, священники, кто проповедует, не дают место Христу, а дают место там то обряда, то еще кому-то. Они не хотят, чтобы в душе был Христос. Это враги. Избейте их передо мной. Вот они были избиты. Органы НКВД подряд подмели все и вымели чистое поле. Они рождаются опять в таких же, еще хуже прежних. И другого не может быть. Эти священники, которые сегодня воюют против евангельской проповеди, они все будут уничтожены. Это Бог говорит, приведите их. И передо мной избейте. А то придумали, Бог никого не наказывает. А это кто наказывает? Царь. Причь, говорит царь, 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 царей, господь господствующих. Деяние 13.10. Вот теперь Деяние. Немалечко. 13.10. И сказал Павел. О, исполнены всякого коварства и всякого злодейства. Сын дьявола. Враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращаться с прямых путей Господних? Когда люди что-то другое на замен Христа дают, а о Христе не дают проповед, это враги. Они совращаются с прямых путей Господних. Прямой путь, это когда прямо по-русски человеку говорят о любви Божией, что Христос умер за нас. Ну вот и все. Ты скажи людям, что Он пролил причистую кровь. Что Иисус Христос грядет судить этот мир. Чего тут не понять-то? Вообще, ни одного слова толковать даже не надо. Он спаситель мира, я в это поверил. Я поверил, что Библия написана святыми Божьими человеками, будучи движимым и Духом Святым. Мне больше ничего не надо. Мне надо следовать за Христом. Сегодня считали, отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. Отвергнуться себя, то есть своего я, мешает опять же пастыре. А зачем? Ты будь сильным, ты должен такой быть. Россия должна быть, чтобы ее уважали и боялись. То есть весь народ толкает к тому, чтобы его боялись. А бояться кого? Бояться зверя. Бояться. Где бы ни появились злые люди, их все боятся. Я говорил о том, что показывает ролик. Некоторые, которые приезжали всегда на курорты в определенные места, там где-то в Болгарии, в Германии приезжают. Они заявили, что если у вас будут русские отдыхать, мы больше к вам не приедем. И дальше показывает, как русские отдыхают. Пьяный, с бутылкой, идет через барьер, падает в бассейн от него в стороны. Это не фото, а видео заснятое. Поет, идет матершинная песня. И что спрашивается-то? И чтобы нас любили и уважали, ты такое найди, любили, а не боялись. Бояться могут любого бандита, любого хулигана. Один будет терроризировать всю окрестность. И ничего не сделаешь. Он пишет мужики, бились, бились, ничего нету. Они воруют, поджигают, убивают. Они мужики тогда собрались вместе, их двоих обоих поймали. И одного заставили убить другого, а второго повесили. Но все, взяли на себя два человека, пошли в тюрьму за них. И местность затихла. Невозможно было жить совершенно. Это публикуют. Иакова 4.4 Чуть пониже. Ну, будет повыше пониже. Вот здесь. Иакова. Стоп. Иакова 4 глава. 4 стих. Господь говорит так. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А говорят, ну что, верующие замкнулись? Ну, надо все это постигать. Надо учиться. Ну, подумаешь, там танцуют. Ну, еще особенно телевизор смотрят. Ну, подумаешь, все. Дубать не надо. Это дружба с миром. Молодежь собирается. Ну, молодой. Дело молодое. Все дело молодое. Как у Шарикова. А что Господь называет? Это духовная проституция. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром. С миром. Ну, то, что мир вот этот. Я когда говорю людям, ну, а почему вы не на занятиях где-то? Я знаю, что они не будут лучшее что-то иметь. Они что-то другое имеют, замену этому. Ну, или в футбольный матч смотрят, или еще что-то любят. Дома никуда не уходят. Значит, сидеть. Дружба с миром есть вражда против Бога. Прочитали? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Главная заповедь – любовь к Богу и к ближнему. Она нарушается дружбой с миром. Обе заповеди. Если бы мы не дружили с миром, любили Бога. Любили Бога, проповедовали Евангелие. Поехали. Видите, как я сегодня уговариваю. Одну машину не можем собрать. И так уже привыкли в этом, засохли, сидим. И не рвутся на это. А вот смотрим и считаем Вавила. Вот прикиньте себе. Епископа Вавила, его арестовали, а у него четыре ученика было. Ну, судья говорит, сколько тебе лет? Ну, восемь. Восемь плетей дать ему. Восемь плетей дали. А тебе? А мне десять. Десять плетей. А ты? А мне двенадцать. Двенадцать плетей. И которые маленькие плакали. Почему мне мало лет? Мне бы больше дали. Я большую бы награду получил. Ты так-то думать не будешь ведь? Ты бы знал, что тебе награда. А награду, какую Бог обещает, глаз не видел. Ухо не слышала. И вы не рветесь на это. Я не вижу твоей сестренки. Куда она делась? Она пасет. Пасет. А одна? Нет. Обязательно вдвоем. Да на разных сторонах быть. Ко дому подходит, другой, чтобы Бог позвонить. Никуда не ходи. Молоденькие девчонки. Я бьюсь, ничего не могу добиться. Не посылайте одних никогда. Всегда подвое. Другой в это время, чем бы ни был занят, будет, берет книжки и идет, и там читает. Мы с книжками ходили на поле. Когда я из школы бегу, сумку через плечо и к отцу. И у нас вопрос даже не ставил. А как так? Домой гнать? Один впереди коров надо придерживать. А здесь один гонит. Первая корова уже давно по деревне идет, а он еще там за лагерем идет. А когда впереди, он поддерживает. Стоит два, всегда два. Называется пастух и подпасток. Римлянам 11.25. Римлянам 11.25. Так, посмотри. Сразу передвиньте. 11.25. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. Мы говорим о том, кто враг нам. Враг народа препятствует этому. Иудеи сегодня препятствуют своим сородичам уверовать во Христа. У них есть мессианские евреи. И как они там живут, они рассказывали. В Израиле прямо, уверовавшие. Там есть верующие евреи. Но они верят не так, как мы верим. Вот об этом Спиридон и пишет. Вот он говорит, уверовал евреи здесь. Принял крещение. Мы, говорит, поехали с ним в Иерусалим. Ну, я встретился с кем. Ну, и говорю, мы христиане, верующие. Он не так. Он видит еврея. Он бежит к ему навстречу. Простирают руки. А сам одет как еврей. Тот целуется. Приветствую, дорогой брат. Я новость-то какую узнал-то. Ты знаешь, нет. Мессия-то пришел. Нам обещан Израиль. Он не туркам обещан. Он не русским. Нам обещан Мессия был. Он пришел. Это Иисус из Натарета. Фу! Тот плюнул. С кем я целовался-то? Это изменник такой. Он такой плохой. Начинает говорить. Да брат, да как же так? Он за ним идет. У него одно дело Бог. И пришел. И другое дело нам обещанный. Вот сейчас гости приехали. Ну, это понятно. Но если бы я был в близких отношениях с человеком, я знаю, он приехал лично ко мне. И после всех обедов он пошел. Мы удалились. Пошли отдельно гулять. Решаем. У меня двойная радость. Приехал лично мой. Мне обещавший приехать. Израиль, которому израильтяне веруют, они по-другому. У них и голос другой. Пацан Аума спрашивает, когда какая национальность? Он, да та же, что у моего Господа. Я не могу это сказать. Не могу. Я от рязанского мужика. В нашей крови там уже татарская кровь, сколько намешано за 120 лет арабству. Галатам 4.16. Только мелькает рука у брата Иеремии. 4.16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? То есть врагом народа не может сделать тот, кто говорит истину. Ревнуют по вас нечисто. И хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Как это приучить, но к себе, и чтобы за ним. Нас никак не могут понять. Да кого к себе не зовете, у нас запрет. Запрет. Мы к себе никогда никого не звали и не зовем в общину. Но на занятия, когда люди ходят, мы их отсылаем. Они говорят, я хочу именно к вам. Ну зачем тебе к нам? Храмы открыты, Московской Патриархии, и проходят опять. Я ходила туда. И все туда-сюда. Дайте, можно один раз к вам прийти посмотреть? Мы разрешаем. Сначала их на дом сходим, узнаем, поручители к нему, или на работу, или студент на занятия. Разрешили один раз. Пишет заявление. Я больше нигде не хочу быть, тогда мы не можем препятствовать. Мы к себе не зовем. Такой общины никогда не было, чтобы стояли и препятствовали к себе приходить. Этого нет. От нас к старообрядцам в Барнауле пришло, я не знаю, десятка-два уже человек. Пошел туда, Бог в помощь. От них к нам пришел. Он года полтора и лозился. Заявление писал. Мы так его не приняли, вернули его обратно. Да никто так не делает. Каждый тянет к себе, чтобы риновали по нему. Нечисто. А мы говорим, брат Андрей, собирайся, иди обратно. Мы тебя не приняли. И по пуни-коле написали все. И вернули обратно. И теперь он там, в старообрядческой. От старообрядцев пришел один к нам и нашу девушку засватал. Засватал. Батюшка благословил. Ну и все. Она там ее довершать теперь будут. Ну ты брала добровольно, идешь добровольно, и весь сказ. А она, если скажет батюшке, а я пошла туда, куда, к ликаряну? Да ты пропала. Я знаю, что он скажет. Мы не ревнуем о себе. И нас в этом упрекнуть никак нельзя. Мы людям показываем путь ко Христу. И показываем вот церковь. Я называю церковь, и той, которая называется, где есть рукоположные пастыри, католики, православные, григориные армяне, копты и сирийцы. Православные – это старообрядцы, старого нового стиля, древнеправославные – это православие. Я сегодня говорил только. Каждое утро там, ну, когда глаза не больно, считаю Корнилия. Ответ на его книгу дать-то. Мне же надо дать с полным знанием. Так я и думаю, мое письмо-то подлиннее получится, чем у него. Он-то прочитал, он сразу много интересного, нового, полезного. Три слова высветил. Этим все сказано. Но я-то хочу сказать и не только это. Нашел я много полезного, хорошего, редкого среди старообрядцев. Просто редкое. И скажу, что у старообрядцев такие книги появляются раз в столетие, может быть. С сознанием дела все говорит. И мне надо сказать и не упустить то, что я хочу сказать. Филиппийцам 3.18 Пожалуйста, Филиппийцам 3.18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Ты увеличиваешь? Там расплывается все. А? Расплывается все, ничего не видно. Как это? Ну вот так вот, приближаю ближе, оно расплывается. Ну а ты зачем? Все время у нас было видно. Ты вот отсюда. Вот отсюда я и снимаю. Ну снимаешь, чтобы оно... Оно все расплывается. Вот, у нас экран буквы были вот эти вот. Не двигать. Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Они поступают, а люди-то рядом не знают этого. Враги Креста Христова, не враги Христа. Это враги страданий Божиих. Они увлекают куда-то на другое. А ты вот это делай, вот это делай. Делами закона никто не оправдается. Ты читал сегодня? Покажи, кто читал-то. Я на кого говорю, ты, наверное, реагируй. Вот он. Делами закона ни один не оправдается. Как бы ты не исполнял, точка в точку. Это, которое законно идет, это входит в веру. Я как верующий должен показать. Спасенные. Дела не спасают, но они свидетельствуют об искренности, о чистоте нашей веры. Без дел никто не спасется. Так делами или никак? Верой спасается человек. А делами подтверждается живость нашей веры, что она живая. 1 Коринфян 15,25 выше. 15,25. Вот сколько ушло, пока мы нашли? Пока назвал, уже читаю. Ибо ему надлежало царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Врагов народа Бог не зложил под ноги свои. Я вам говорю, что врагами народа правильно были названы. Конечно, те не понимали этого. Им приписывали там шпионаж где-то. Так они, когда революцию готовили, то они как раз с немцами и были шпионаж. Это вся ленинская гвардия у Сталина пошла под нож. Он всех их уничтожил. И не знали даже. Климов очень хорошо об этом пишет. Под корень вырезал все. А почему? Да и опять же потому Господь положил на сердце. Это враги народа. Но они же были за народ. Революции делали. Как раз революция против народа и была. У народа все было. И лучшего ничего не получили. И землю, и все отняли. Лука 20,43. Повыше Лука. 20,43. Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Будешь царствовать. То есть враги будут лежать вниз, связанные под ногами Господа нашего Иисуса Христа. И на мытарствах эти люди самые печальные участь будут иметь. Ты хочешь быть другом народа. Свидетельствуй ему об истине. Я знаю, как люди говорят, что мне говорят, что говорят заочно. Но когда я им привожу места Писания, они говорят, да кто-то фанатик, вы фанатик. Да, я фанатик. Я благодарю, что вы узнали меня. Да это экстремизм. Еще раз благодарю, что вы признали меня экстремистом. Да, я экстремист. Я с Библии вышел на Конгрессии и сказал всем, я экстремист. А против экстремизма было. Экстремизм это желание дело довести до совершенства. В самом лучшем виде. Люди просто потоптали это. Святое, доброе слово. Святое. А фанатизм означает готовность умереть за свое дело. Фанатик. Это Ленин в октябре фильм. И там сестра Мария Лениничная объясняет солдату. Он говорит, а что такое фанатик? Про Владимира Ильича пишут. И она ему так объясняет. Совершенно правильно. Фанатус. Первое фестивание Екинцев 2.16 Несколько секунд и уже считают. Так. Считаю по порядку. Господь говорит, ибо вы, братья, сделали с подражателями старквам Божьим и Христе Иисусе находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели своих единых племенников, от евреев, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса убили. А евреи сейчас добили, чтобы католики из молитвословия везде выбросили. Не мы его убили, не мы убили его. Павел говорит, которые убили. Они насели на Папу Римского и убрали это. Убили римляне. Хорошо, римляне убили. Апостол Павел говорит, что убили иудеев, которые убили и Господа Иисуса евреев, и убили его пророков евреев, и нас изгнали евреи, и Богу не угождает еврея, это мудрая нация, самая мудрая. И всем человекам противятся, это самая мудрая нация. Да самые мудрые могут это делать. У них в законе написано любить Бога, которое препятствует нам говорить язычникам, евреи препятствуют, чтобы спаслись язычники. И через это евреи всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них, на евреев гнев до конца. Это Павел антисемит настоящий. Как он так может говорить про еврейский народ? Да его надо благословлять. А вот благословление в этом и заключается, чтобы они уверовали. И я это понял. Я должен говорить точно по Писанию и нигде никогда не проклинать евреев и не желать им зла. Да евреи один мне даже написал, я, говорит, когда сейчас с евреями познакомился, и как они шульха на рух там говорят, да Гитлер говорит, это святой человек только за то, что он душил их. Я говорю, вот это договорились. Гитлер это сатана в образе человека. А евреи бога избраны народ. Но они идут не туда, им надо подсказать. Так они тебе подскажут. Что, боязно? они препятствуют говорить, но на них гнев приближается. Тебе не жалко? Бога избраны народ под гнев Божий, под молодилку. Вот и все. Второзаконие там прочитали уже. Я не знаю, читали, нет мы? Серахов 38, 26. Нет. А второзаконие читали. Ну-ка, пониже, пониже, сам вниз. Серахов. Закон 4. Серахов 38, 26. Ну, может быть, в книге 37. Седьмой. Смотри, с какой скоростью ищется. Во. Мудрый муж получает народ свой, и плоды знаний его верны. Мудрая жена получает народ свой, и жена, когда муж потерял кафедру. Это имеется в виду в семейной жизни, а ты можешь проповедовать, где ты находишься. Любому. Там, где есть мужчина, проповедует, жена должна молчать. Третья ездра 12.38. Рядом же. Он тебе еще дома будет показывать. 12.38. Отнекился, говорить не знаю. Ничего себе. И научи этому мудрых из народа твоего, которых сердца признаешь способными принять и хранить сие тайны. Есть мудрые в народе, которые способны принять закон Божий. Такие народы... Мудрые есть в каждом народе. Бог никого не отрицает. Ну, конечно, больше всего там, где проповедуются. Поэтому много жатвы, а делателей мало. И делатели надо искать. А кто такие делатели? Наши делатели сейчас в Буканке. Я думал, ты сегодня поедешь. Ты не поехал. Могли тебя взять. Я о нем говорю. Слышишь, ты более активно работаешь. Ну, не трудно повернуть. 14.47. Здесь же. Третья езда. 14.47. Но последние 70 книг, которые будут, сбереги, чтобы передать их мудрым из народа. Надо находить мудрых людей и передавать. У меня было так. В одной библиотеке книги сдали, только уехали. А священник, близкий к губернатору. Он мгновенно набрал. Тут был там Латкин-то другой, а губернатор это. Это главное лицо. Тот сразу сейчас же. У вас был такой-то, был-то? Книги убрать из библиотеки. Он их не видал и меня не знает. Но пап его тут и подтолкнул. Омская область. Город Исселькуль. Убрать. А куда убрать? Библиотекарь звонит, говорит, мы уже книги-то поставили, уже в каталог занесли. Убрать сказали. Иначе вас с работы завтра уберут. Но она, естественно, куда девать? Я говорю, мудрые люди-то есть, кто желал бы иметь книги? Да, я хотел бы. Забери себе. И она себе их забрала. И все. Я нахожу ответ. Одно место. Книги 70, но у меня не 70, 38 только. Наполовину меньше. Ну, у него и книги тогда-то свиток был. Таких-то как 70, они все в одну книгу вошли. И далее, это мы считаем, что 14,47. Все. Что я вам хотел сказать? Все сказал. Интересно. Одно слово, только я хотел попутно сказать. Когда меня судили, доверенные беды, это в другое время было. Не судили, а суд был. Я подал в суд за клеветы московский комсомолец на Алтае. И выползли там, кого не звали. Враги. И кто вырос? Муж моей родной сестры. Потеряю их. Выходит, он с врагами давно соединился. И теперь я узнал, что он ходил, клеветал, писал. И все это теперь в деле занесен. А я оттуда, когда взял, и переписал, потому что все это фиксируется. Его вызывает, он выходит, выходит и говорит, там, ваша честь, там, гражданин судья, вот он, он Лапкин, моих детей будил, спать не давал. Судья, да как же так это? Это вы в другом доме живете? Да, в другом доме. И он спать не давал? Да, не давал спать моим детям. Ну, Лапкин, вы что скажете? Я говорю, дело было так. В этот день они пасли. Они их выгнали, коровы вернулись домой, легли спать. А коровы пошли по пшенисе. Я их выгнал, и спрашиваю, а кто пасет? Они говорят, да вот в этом доме-то. Я пошел, в окно постучал, ребят, а вы же пастухи. Я их разбудил. Ну, как не разбудить-то? Они пастыри в этот день были. И он сразу голову, плечи кинул. Ну, было так или нет? Чего молчишь-то? Я в чем я ходил, твоих детей-то будил-то? Я потому и разбудил, что они пастухи, вернулись, с комфортом, легли в постель. Я такого не слыхал раньше. А потом и говорит, а вот он там-то был, судья говорит, а то Лапкин был там, там. Да как он мог одновременно быть? Да гражданин судья, он же вездесущий. Понимаешь, я вездесущий. Я говорю, слово вездесущий присуще только Богу. Это Божье свойство. Да, я передвигаюсь быстро к твоей сестренке и говорит, вы так ездите на велосипеде, как будто-то и ноги не болят. Я говорю, да слава Богу. Она меня позащий раз спросила, поинтересовалась. А слово-то вездесущий, отсутствует в Библии, вообще его нету. Нигде нет. Это мы так говорим, потому что мы это знаем. Так, вопросы по теме. Вы согласны, что враги народа это было не случайное словосочетание, которое прокатилось по нашей стране. Я до этого доходил, может, 50 лет. Крутил, вертел и, наконец, дошел. Вот оно откуда. Это в духовном плане. Они не заботились, и народ погибал. А дьяволы искать не надо. Он глотал и глотал. Искать надо, где верующие, настоящие. А их они запутали, и все. Я о ком вам говорю, вот, вы старайтесь, вот я рассказал, о ком, но доброе, на первое место выставьте, из этих людей. И у этого человека, который говорил, я вездесущий, у него много добрых дел. Он старается помочь, еще спросят, он мог последнее отдать. Он да очень добрый был. Но здесь дьявол подкусил. И что, да не уменится ему. Он уехал, какие-то там разговоры были. И вот однажды мы едем из Барнаула, и 73-й километр сворачивать. Но мы не знаем, где сворачивать. На эту дорогу или туда, я везу груз из Барнаула. Ну не знаю, позвонили или нет, мы сказали на 73-м сворачивать. И мы только свернули, и там сразу-то, прям сразу, яма-то не была засыпана-то. И мы застряли. Ты понимаешь, нет? Если бы по-другому было, было бы по-другому. Застряли, подергались, а машина такая, низкая посадка, она прям на пузо села. Ну я думаю, как вытащить-то ее машину-то? Ну и вышел на дорогу, и идет машина, я тогда вышел, вот так вот кланяюсь, крещусь и показываю. Вон машина стоит, помогите вытащить. Машина вылазит, и вылазит этот человек. Вылазит, идет ко мне, и падает передо мной. Прости меня, Христа, представьте, ни раньше, ни позже. Если бы я приехал дорогой, то мы бы с ним не встретились. А он едет, и я ничего не знаю. Первую машину голосую, проходит, вторая проходит, третий тормозит, и он меня толком не рассмотрел, и говорит, креститься, надо остановиться. И вышел это я. А у него уже все созрело. Мы поцеловались, похристосовались, и все. Вот как Бог делает-то. Ну и что? Машина-то не может быть, пришлось грузовую еще, и грузовая выдернула нас. И тогда поехали в обход туда. Там где-то пролезли мы. Вот как бывает. Поэтому, если я сказал вот это, ну что, как бы не хорошее, но у человека там много хорошего. Я даже знаю самые противные люди, которые вот всякие пакости делают. У тебя, он приезжает, в корчину, там, ну, пасет ваших. Себя за пастырем и дает там. Вот. Но, когда говорят, как пасти, он здесь пас коров, один из лучших пастухов был. Я должен это сказать. Он их гонял далеко, по разным местам. Я не могу этого не сказать, потому что это будет неполный его образ, какой он стал. Потом он пал, все у него отнято было и предал сослужение в сатане, в буквальном смысле. Разрушение всех нравственных принципов. Но у него было хорошее. Он старался. Вот нынче мы разбирали для новоселов, сколько там всего построено. Он старался, и он умел работать. И он был единственный у нас, кто обладал даром слова. Он ездил и проповедовал. Я это всегда должен подчеркивать. То есть, человек падает с неба и из ангела превращается в демона. Вот падение было огромное, падение дома было великое. Почему? Пал христианин. И поэтому, они в моей молитве всегда. И вы думаете, он может покаяться, а мне думать не надо. Он живет, остальное Божье дело. Я скорблю о них. Скорблю по сегодняшний день. Потому что дьявол, как рекающий лев. А теперь ущет другому. Вот о враг народа. Он ущет другому, совершенно против. В ложную сторону где-то ведет. У меня нет человека, я вот посмотрел, в котором бы Господь не показал добро. И этим добром я прошу, Господи, у него такое доброе дело. Припомни его добрые дела. Это Писание говорит об этом. Дела и милостыни Корнилия пришли перед Богом молитвы. И Бог воззрел и ответил. Так, я уезжаю. Если Господь благословит. Люба вчера уехала. Ее там, Алевтина Пантелея, она встретила. Все благополучно. Мама твоя. Благословен Господь. И по-хорошему все. Ну, чтобы все было у них по-хорошему. Хотя я, спасибо. А ты веришь, что у них будет по-хорошему? Нет веры у меня в это. Я думаю, будет что-то, враг где-то подкусит, начнется с упреков. Но я ей дал запасной ход. Приходи, Надежда Васильевна принимает и будешь с ней жить. Пока. Пока. Там дальше как-то видно будет. Она у меня прописана, эти люди. Ну, как-то надо обходиться. Мы все немощные. Не каждое слово человеку надо ставить. А ты то-то, то-то сказал. Есть поговорка, наплевать да забыть. Вот мы выезжаем, в пятницу утром рано грузимся, быстро уехать надо, чтобы у машины, что-то там вентилятор, надо в сервисе проверить, сказали. Так, ко мне кто имеет лично ко мне, я выезжаю, вы скажите всем. Потому что это может быть последняя встреча, может быть мы никогда не встретимся. Это наша жизнь такая. Выехал на дорогу, встречная машина вылетела, не я вылетел, он вылетел, встречный грузовик. Тринадное ощущение осталось. Сегодня только передавали, погибли человек пять, что ли, там авария на дороге. И двое детей вроде бы. Страшная авария идёт. Притом, ты не виноват, ты ехал правильно, своей дорогой. Он заснул и вылетел на встречную дорогу. Ты то ни при чём совсем. Тебе деваться некуда. Насыпь такая. Да ты не успеешь глянуть, с такой скоростью идёт. Так, вопросы по теме. Так, ко мне лично. Я у всех прошу прощения. Кого нет, передайте им. Я человек грешный, увлекающийся, и поэтому мог кого-то где-то как-то огорчить. Но сказать, что я был бы безразличным, это не так. Этого никогда не было. Вчера идёт Володя и говорит, вон палка по дороге, на дороге стоит. Прямо около тебя там, подальше маленько. Это там эти, которые столбы ставили, а у них вот такой бур огромный-то. И они просверлили два метра прямо на дороге. А потом решили сместить. Сместили, а дыра осталась прямо на дороге. Чё они, почему они на дороге-то? Прямо наклея. И как они... Но там грязь, и наши машины шли пониже маленько эти дни-то. Ну, он палку поставил там, я иду, скорее, забежал, схватил лопату, там, толкушку, и идёт Исааки. Исааки, быстренько переодевайся, побежали, скорее завалим там. Идут коровы, идут люди, едут машины, и там прорвут два метра глубину в твёрдом грунте. Ну, и мы пошли вдвоём. Исааки работает хорошо. Я посмотрел, как вене работает, замечательно. Это работники настоящие. И давай там глину отовсюду натаскать, затолкли, и маленько повыше сделали, когда поедут, чтобы... Если там будет ямка, нас не будет, вы посмотрите, потому что мы не могли утолочь. Два метра у меня такой палки-то нет даже. Поняли? Никогда не будьте безразличны. А мы пошли, палка стоит, да кто её палку-то видит? Ночью пойдёт. Да и днём поедет, палку выдернули, да и. Это было вчера после богослужения. Так что братику твоему, ты видела его, да? С тобой ушёл. Ни слова не говоря, молчу. Быстренько всё сделали. Мы там долго-то и не были, минут 20. Наказы какие-то имейте нам сказать. Молитесь за нас, грешных. В чём она говорит? Молитесь за нас, грешных. Всегда молимся. Это даже говорить не надо. К нам заезжает Игорь. Вот барабаш сидит. Всегда. У нас связь есть. Приезжает батюшка. Ну мало ли что. Ну вот как могли мы, постарались провести занятия. Тем больше не будет. Я когда-то вёл прямую передачу прямым эфиром радиостанция Роса. И у меня её записывали через стекло двойное там записывают. И... А потом у меня на воскресенье прямой эфир, прямо сразу в эфир часовая программа была. Я три программы вёл за неделю. Поднялись как коммунисты. Ни у кого столько эфирного времени нет. Ни у депутатов. Ни у кого. Только Лапкину всё. Это что такое? Это кто оплачивает? Это такие деньги. Я по сегодняшний день не знаю, кто оплачивает. Ну и вышибли меня оттуда. Везде. С одного места задавили, с другого, с третьего. А который этот на Росе, это хорошая была радиостанция, руководитель, там был Гринько Илья Николаевич. Это... У Владимира Ильича отец, кажется, был такой. Так? А как? Владимир Ильича Илья Николаевич, кажется. Вот. Ну и... Ему звонят. А почему передачи Лапкина нету? А он и говорит. Да, все темы кончились. Больше нету. Темы кончились. А перед этим один раз у меня только спросил. Так вот, идёт такие передачи. Такая популярность. Столько звонят. Десятки звонков идут. Я один раз только, кажется, 30 с лишним звонков получил. Остаюсь я там и звоню. А сколько у вас ещё тем? Я ему дал, сказал. 123 темы у меня готовы ещё. Но учитывая, что раз в неделю 123, это ровно на два года. На два года вперёд-то. А он им отвечает, темы кончились. Ну, на этом и всё. Ну, я сказал, это нельзя было делать. Маленько прошло время, но не месяц прошло, и его с работы выгнали самого директора. Дурая подсидела его, говорит, и его место заняли. Он приехал ко мне надо. Вот это, говорит, да, я, говорят, ещё ждал. Что сел, то и пожал. А куда? Ну, какая-то единица меры весов. Я даже не знаю такой организации. Что там мерить-то? Килограмм в метр. Что мерить? Ну, вот так. Игнар Тихонович, что вы скажете о канале «Союз»? «Союз»? Я его не знаю. А что это канал? Ну, там духовное и... Не слышал ни разу. Сказать ещё не могу. Я должен знать, что он православный или не православный? Да, да. Всё православное. Это тоже ничего не говорит. Надо услышать. Я сказал о канале «Адвентистов» седьмого дня «Голос надежды» прекрасный. Ну, все передачи я их не слышал, но которые слышал. Ну, он вседочное бдение и литургии показывает. Ну, у тебя есть сын, который всё это знает. Поверни на себя, чтобы тебя любим было. И вот ты его спросишь, и говорить о том, чего я не видел, что я могу сказать. Давайте поблагодарим Бога и расстанемся. Достойно. Адвентистов «Адвентистов» Отец наш Небесный, как велика любовь твоя и твое долготерпение. Ты позволил нам вернуться из дальнего странствия и сверх всякой надежды дал надежду и сохранил наш животный и транспорт. Ты дал нам здравие, ты слышал молитву молящихся о нас, ты дал добрых помощников и советников. Аллилуйя. И наше пребывание здесь было в радость нам и снабдил нас всем полезным. Слава тебе. Благослови остающихся здесь и родственников их найди, и наступников пролей благодать, пробуди совесть их, не дай им погибнуть. Имя Твое святое, да будет прославлено в нас. Мы поклоняемся тебе и динасущная троица, отец, сын и святой дух. Аминь. Я хочу поблагодарить, подожди, брата моего, Иеремию, который помог мне сегодня. У нас с ним хорошее отношение. Сегодня никого нет. Я говорю, пойдем, вон давай отъекиваться. Я говорю, пошли. Нельзя так. Мы должны заменить от отчетших на фронт. Помогите мне собрать это. Как выключить вот это?